Волгоградский музыкальный театр стал участником седьмого фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку». В Москве на сцене театра «Геликон опера» жители и гости столицы увидели кинотеатральный мюзикл «Мата Хари. Любовь и шпионаж» в постановке наших земляков. На гастролях с артистами побывала и наша съемочная группа. Седьмой фестиваль «Видеть музыку» объединил в своей афише более 30 спектаклей российских музыкальных театров. Идея фестиваля сформировалась в результате многолетней деятельности Ассоциации музыкальных театров. Музыкальный театр – это очень финансово емкая история. И для того, чтобы приехать, нужно очень много денег, которых нет у региональных театров. Ну так, чтобы приехать, оплатить гостиницу, проживание, дорогу и все остальное. И поэтому мы с Министерством культуры Российской Федерации, с Фондом культурных инициатив, президентским фондом, и совместно с региональными бюджетами, с региональными органами региональной мласти, в Складчину можем проводить этот фестиваль. Потому что реально это очень большие деньги привезти 120-150 человек из региона. Это дорого. Волгоградский музыкальный театр становится участником фестиваля «Видеть музыку» во второй раз. В 2019-м на фестивале был представлен мюзикл «Обыкновенное чудо», получивший массу восторженных отзывов. Аплодировала столичная публика и мюзиклу «Дубровский», представленному в рамках проекта «Школьная классика». Успешно прошли и гастроли в Тулу, состоявшиеся в этом году благодаря межрегиональной программе «Большие гастроли». В этом году театр будет отмечать свои 90 лет. И вот такой подарок театру и зрителям в виде нового спектакля, которого премьера была только в том году «Матахари. Любовь и шпионаж». Поэтому считаем, что это интересная, важная поездка. Надеемся, что будет воспримен публикой очень хорошо. В Москву прибыли 70 работников музыкального театра. Солисты-вокалисты, артисты хора, балета, оркестра, гримеры, костюмеры. Исполнительница главной роли «Матахари» долго вживалась в роль. Изучала исторические факты о своей героине. Некоторые факты не сразу отыскиваются биографически. И многие вещи тебе раскрываются. Все же здесь персонаж мюзикла, скажем, вымышленный, но на основе исторических событий. Во время спектакля в зале присутствовали авторы мюзикла. Известные российские авторы, композитор, народный артист России Максим Дунаевский и поэт-либретист, заслуженный артист России Николай Денисов. Они увидели волгоградскую версию постановки своего произведения впервые. Мы с удовольствием, с удовольствием предложили материал театру Волгограда. И я считаю, что, вот уже пока могу сказать, что я смотрю очень интересный спектакль с замечательными актерскими работами, прекрасный по вокалу. Я слышу все свои стихи. Все очень хорошо доносятся артистами. Пока все хорошо идет. Пока все хорошо. Я думаю, что надо иметь цельное представление спектакля, посмотреть второй акт для того, чтобы уже было что сказать. Но пока вроде все хорошо. Хорошие артисты, хорошие костюмы. В завершении спектакля московский зритель наградил артиста Волгоградского музыкального театра долгими продолжительными аплодисментами и овациями. Друзья мои, у меня других слов нет, как просто от всей души с восторгом поздравить труппу Волгоградского музыкального театра с успехом, с успехом этой премьеры нашего с Николаем мюзиклом Мата Хари «Любовь и шпионаж». Надеюсь, вам понравилось. Столичная публика с восторгом приняла мюзикл и волгоградский спектакль. Фестиваль «Видеть музыку» – отличная возможность заявить о себе, показав свои работы на столичной сцене. Илья Власенко, Виктор Хиврин. Время новостей.